раппорт рисунка у нас три петли 2 ряда начинаем вязать я первую петлю провяжу лицевой для формирования аккуратного края образца три петли вместе вытягиваем делаем накид и еще раз вытягиваем петлю то есть три вместе из 3 3 делаем вот так еще раз 1 накид еще раз опять 3 вместе накид и еще одну петлю из этих же трех вытягиваем вот что у нас с вами должно получиться второй ряд изнаночный если вы вяжете по кругу то просто вяжите по рисунку тоже как и здесь изнаночный ряд вяжем изнаночными если по кругу то лицевыми просто изнаночные петли в изнаночном ряду по рисунку это называется третий ряд лицевой смотрите что мы делаем нам теперь нужно из вот этих трех петель либо вот из этих трех петель то есть либо здесь две берем и здесь одну либо здесь две берем и здесь одну я всегда чередую давайте этот ряд мы возьмем здесь две и тут одну значит эту петельку мы просто провязываем лицевой опять три вместе накид и еще одна петелька 2 вместе вот видите 2 с этой и 1 с этой петли накид еще раз накид накид и тут тоже самое следующий ряд четвертый у нас изнаночный по рисунку то есть изнаночными если это круговое вязание то лицевые следующий ряд у нас лицевой теперь мы чередуем то есть мы помним что мы здесь брали две петельки и отсюда одну теперь наоборот мы с этого с этих трех берем две ас этой одну то есть я для себя это делаю так сначала 2121 теперь 12 чтобы не путаться 12 вот мы берем вот у нас три петли вот они они у нас 1 2 3 мы отсюда должны взять две и отсюда одну то есть вот так 12 считаем справа налево 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 Продолжение следует... Изнаночный ряд по рисунку. Следующий ряд лицевой. Помним, да, что у нас был 1-2. Теперь 2-1. Так. 2-1. Вот, смотрим. То есть нам с правой стороны надо взять 2 петельки. Вот они у нас. Значит, эту мы просто провязываем. Вот 2-1. И так мы вяжем наше полотно. 2-1. Постоянно чередуя. 2-1-1-2. 2-1-1-2. Мы связали с вами вот такой узор. Замечательный. Хочу показать вам, как он смотрится в изделии. Это рукав. Будущий полувер дочери. Вот, смотрите. Достаточно плотный узор. Я бы не сказала, что он сильно дрявый. Его можно применить, как и на основное тело. То есть на полочке, на спинке. Также, смотрите, он достаточно толстый сам по себе. Этим узором очень хорошо будут связаны авоськи. Которые сейчас очень модные. Просто замечательные. Оно не порвется. И очень плотное. То есть такое полотно для сумок и авосик. Очень-очень хороший вариант. Вяжите на здоровье. Спасибо, что вы остаетесь со мной. С вами была Виктория. Продолжение следует.